здравствуйте мои дорогие зрители с вами шоу и рукоделия я вика сегодня у нас обзор новой коллекции лора пиана интересная коллекция очень много как бы всего интересного но я сделала подборку именно тех вещей которые нам интересны как вязальщицам вот первый вот этот вот такой джемпер конча накидка толстовка как угодно интересный узор но я пока я рассматривала его но мы пока я не понимаю как и будущем сделать вот тут правда вот вот еще я его не нарисовала в своей голове как только я нарисую и пойму как у навяжется я вам предоставлю узор потому что модель такая симпатичная интересная смотрите как бы по конструкции она простая капюшон никаких не не скосов возможно скосы есть конечно лучше сперри перепрыгнула не успела сказать но я скажу еще к тому как бы джемперу потому что он интересный там спущенный рукав капюшон ровный рукав вот в принципе то ничего интересный там кетлевка но обвязка и капюшон на модель интересная вот этот классический жакетик и тут мое внимание привлек именно узором смотрите ну естественно естественно японское плечо вот все никак я не могу найти формулу расчета универсального для всех размеров понятно вот тут мы мужской жакет повязали вот для вот этого именно полупатентной резинки мои расчеты подходят вот я не уверена что этот расчет подойдет на любую вязку девчонки может кто вязал именно по моему видео но менял узор отзовитесь вот поэтому вот эту модель я убрала он не успеваю за фотографиями видеть ну в общем ту модель выбрала за счет узора интересный узор сочетание ажурта и ажурных как бы вставок ну тут просто классическая толстовка с принтом единственное что интересно я думала это вывязано но это как бы принт приклеенный я такое видела уже у ред валентина там джемперок связан крючком и сверху принт вот здесь вот хорошо видно что это принт вот за счет этого как бы элемента я просто хотела показать хотя это таких вещей очень много сейчас в этой коллекции у рапиана много как бы мелкая машинная вязка которые для нас как для вязальщих неинтересны я вам оставлю ссылку если не забуду если забуду вы мне припомните на сам сайт посмотрите вот эти большие джемперы мелкой вязкой шорты штаники этого всего очень много но я это все не как бы не представляла в этом обзоре потому что мы вязальщицы нам нужно то что мы можем повторить от чего мы можем вдохновиться что-то почерпнуть взять в общем так чтобы это для нас представляла информационную ценность да вот очень много у него не немного хотя много да и шапки там не повязки вот именно так и такой мелкий жаккард и тоже везде японское плечо девчонки последнее время они все начали вот это японское плечо везде правда то что она очень хорошо сидит и рукав сидит это уже испытали на том мужском жемпере как я говорила кардигане мужском вот многие его связали и я думаю остались довольны и у лора пиана много этих шапок с таким узором тут же узор используется и на шапках и на повязках там шарфы по моему есть вот это интересный узор тоже девчонки смотрела джемпер обычный простой джемпер ничего особенного но узор вот я прям там такие вытянутые петли вот если приблизить фотографию я просто уже рассматривала эти фотографии приближенном и вот здесь вот хорошо видно сбоку видите вот такие протяжки подняты я вообще не понимаю как сделать этот узор вообще вот смотрите вот здесь очень хорошо видны эти протяжки вот как его сделать вы понимаете брюна раку чинели вот последнее время у него все повторяются узоры а вот здесь вот именно заморочились новыми узорами которые я в принципе нигде еще не видела да вот здесь вот ну как бы не то чтобы узор новый может он и не новый но вот сочетание с резинкой эти как бы жгуты араны да они такие хаотичные своеобразные вот там вот непонятно это не просто аран там бух и вляпаны а вот именно смотрите как красиво да вот если переплетение и я понимаю что это как бы заморочливо но это только передняя деталь и все да а на самом деле смотрите смотрите вот как они все переплетаются очень красиво мне понравилось хотя сам крой сама конструкция модели она совершенно как бы несложная классическая точную рукав не видно единственное что там тоже а японская плечо или обычная ну что-то такое тоже узор интересный удивили тем лоропиана потому что они обычно обычно у них все в таких пастельных тонах а в этой коллекции они добавили цвета цвета да что для них как бы как по мне обычно обычно я от них не видела таких ярких как бы контрастов вот видите тоже цвета добавили и узоров добавили именно таких над которыми заморочились как по мне здесь вот плохо конечно видно но тоже там скосы оранчики кусы интересно вот эта модель по конструкции мне очень понравилось тут такая простая рубашка до карманы накладные застежка но очень интересно смотрится смотрите спущенный рукав небольшой окат разрезе ки на рукавах ровная модель народная рубашечный тут классический рубашечный крон ничего особенно кстати даже манжета нет просто снизу видите разрезик очень интересно как по мне просто взять модель и саму модель и сзади грубыми нитками ну то есть нитками туши я думаю будет будет вполне себе интересно вот шапка тем же узором кстати которым был второй кардиганчик вот сейчас плохо видно но там ажурные верху полоса может на шапке даже если нету я что-то здесь не вижу вы знаете ажурных полосочек ну не нравится мне как они сидят вот эти луропиана я вязала одну шапку сейчас фотография она повторяется здесь в этой коллекции с прошлой коллекции вот это у меня есть мастер-класс на эту шапку только без помпона эти косы у меня есть видео кстати мало смотрела не нравятся видите и тогда я говорила и сейчас говорю мне нравится как они сидят мне кажется надо чуть больше объема нужно этим с шапка вот это просто простая ну как бы классическое ну вот так вот она выглядит пышная резинка я так понимаю классическая макушка которая на четыре части разделена вот и дальше вот по женскому все дальше я пару моделей добавила мужских по женскому все именно потому что как бы для нас может быть интересно а вот мужская модель вот это вот мне очень понравилось что отмечу что у рапиана мужских моделей практически столько же сколько и женщин то есть мужчина они не сбежать работают вот смотрите как застежка сделана интересно оформлена вот это мне привлекло как как бы как крест который нужно пройти вот чтобы ну повторю это мне интересно как бы сделать вот такую застежку а сам джемпер связан регланом классическим вот самым классическим обычным интересы воротник стойка и узор как бы интегрированный в этот джемпер тоже только на передней тали очень красиво кстати по итогу смотрите очень красиво смотрится и наверное очень интересна и очень интересно с ним заморочиться это тоже кстати я без его простой обычный наш узор который мы знаем там жгутики из шести петель и маленькие четырех очень чередуются тем не менее очень симпатично так смотрится все по классике все по фигуре никаких спущенных рукавов точной рукав знаю какая плечо какое а вот этот вот смотрите еще этот мне понравился тут как бы казалось бы что он обычный необычный вот если посмотреть близко там вот реглан вот этот вот широкий и там целенавязанный вот такой вот варят воротник без вот смотрите смотрите как интересно выполнен воротник реглан переходит прям в эту стойку очень-очень симпатично мне очень понравилось и кстати женский вот такой вот джемпер очень бы смотрелся я думаю женский и мужской то есть его можно сделать женским вот этот вот оверсайз и мужской очень интересная вот эта вот модель казалось бы простая на самом деле она очень там очень-очень продумана тут я вам узорчик хотела показать тут ничего особенного сам узор это интересный впереди в принципе больше там по моему ничего такого интересного не было вот этот джемпер меня как бы вдохновил и первый свитер там застежка очень интересно и узор этот на передней детали тут вот тоже такой в принципе это известный узор ничего особенного вот в принципе там еще будет это тоже это я зачем это тот же кардиган который мы вязали вот только чулочная гладью и добавлены карманы я имею ввиду тот который мы от кучинели вязали а нет ошибочка тут не японское плечо тут классическое плечо и классический руках до девчонки но это та классика которая она будет всегда тут вот тут вне возраста и вне моды я считаю вот такие вот модели это те которые будут всегда вот чистая классика да вот эта модель именно из этой категории ну и все наш обзорчик подходит концу вот этот же жаккард мелкий жаккард использован и в мужских вещах и вот обратите внимание что женские такие вещи больше балахонистые как у них такие вот модельки в принципе все я думаю все девчоночки я буду с вами прощаться простите за мой голос я заболела вот поэтому голос чуть-чуть но он у меня и так грубый а сейчас еще грубее вот такой вот обзорчик девчонки у нас сегодня может вас на что-то вдохновит пару узоров я попробую все-таки спермы вот этот вот вот не дают мне покоя первая модель женская первая мужская ну все девчонки я с вами прощаюсь с вами была вика всем пока пока вау вау Продолжение следует...